Конечно, для меня особенно приятно иметь возможность выступить на конференции в честь дедушки. К сожалению, я не успел драсти до такого состояния, когда я мог послушать доклады дедушки как-то осознанно. Но зато, когда я учился в школе, дедушка жил рядом со школой, где я учился. И часто после уроков я приходил, мы вместе решали домашнее задание. Так что математикой вместе мы тоже занимались. Мой доклад будет посвящен модифицированным вариантам Макарли-Манова и Дерксона. Он основан на совместной работе с Сергеем Александровичем Гайфулиным. У меня все время будет более геморрически замкнутые характеристики ноль. И многообразие у меня будут неприводимые афинные. Давайте сначала рассмотрим группу К со звездочкой, мультипликативную группу поля. И рассмотрим какое-нибудь действие К со звездочкой на афинном пространстве. Ну тогда у нас есть вложение К со звездочкой в группу афинного пространства. И также в этой группе есть подгруппа настоящей замерной аторе, которая состоит просто из диагональных матриц, невырешенных. Вот. И проблема линеризации заключается в том, линеризации действий К со звездочкой на а-н. Значит, правда ли, что существует такой афтоморфизм? Существует ли фи? Такое, что если мы сопряжем К со звездочкой, это этим фи. То мы попадем в этот нмерный тор. То есть, правда ли, что можно, грубо говоря, так менять координаты на а-н, ну как-то вот алгебраически, чтобы действие стало просто линейным. Вот. Значит, и ответ положительный. Известно, что ответ, да, это правда, когда n меньше равно 3. Значит, и для n равно 3. Это доказали Коррес и Рассел, ну, используя результаты также других математиков. Вот. Ну, последняя работа вышла в 1999 году. Вот. Значит, их доказательства, значит, в итоге свело их к ситуации, когда рассматривались какие-то трехмерные подмогообразия в четырехмерном афинном пространстве. И нужно было понять, на них были действия красно-звездочкой, которые не были линейным реализуемы. Вот. И вопрос был, изоморфны ли эти трехмерные подмогообразия в афинном пространстве. Вот. И одно из этих подмогообразий – это кубик Коррес-Рассела. Значит, решение такого равнения. Вот. Ну, и нужно было поднять, заморфнули это от 3. Тут есть действие касса-звездочкой, которая при этом не имеет неподвижных точек. Вот. И, соответственно, если бы это было изоморфно А3, то это был бы как раз пример неразумового действия на афинном пространстве. Вот. И, значит, Макар Альманов в 1996 году доказал, что нет, не заморфно. Вот. И, собственно говоря, это было сделано с помощью инварианта Макар Альманова. Я дам определение. Значит, мы рассмотрим аудобру регулярных функций на x. Вот. А дифференцирование дельта с кат x в кат x называется локально-инпатентным. Если грибовая функция существует такое нейтральное n, такое, что mt степень этого дифференцирования от f равно 0. Вот. Значит, ну, простые примеры. Если мы рассмотрим кат x, y в качестве x просто афинное пространство, то, например, dpdx и y dpdx это локально-инпатентное дифференцирование. Надо коротко писать лмд. Вот. Ну а x в dpdx это не локально-инпатентное дифференцирование. Локально-инпатентное дифференцирование соответствует действиям аддитивной группы поля на многообразии. есть соответствия между lnd на крат x и действия группы ga на x. Значит, ну, это, соответственно, устроено так. Если мы берем какой-то элемент группы ga, то и хотим подействовать на какую-то функцию, то мы просто берем экспоненту от дифференцирования применяем ее к f. То есть, берем такой ряд. Вот. И такое соответствие абсолютно однозначное. Ну, в общем, на самом деле, lnd можно понимать, как векторные поля, которые соответствуют вот ga действиям на многообразии. Вот. Ну и тогда вариант Макарли-Льбанова. ml от x это пересечение всех ядер всех локальных неопатентных диверенцирований. Давайте lnd от x. это будет множество всех локальных неопатентных диверенцирований. Вот. Ну, по-другому можно интерпретировать вариант Макарли-Льбанова как алгебру инвариантов группы, порожденные всеми же а действиями. Значит, давайте мы обозначим через s-auto от x подгруппы в группе автоморфизмов x-а. Значит, это подгруппа рожденная всеми же а действиями на x. ну, подгруппами x-а. Вот. Ну и тогда Макарли-Льбанова. вариант Макарли-Льбанова это алгебра инвариантов относительно этой группы. Вот. Ну, потому что ядро lnd это будет инвариант относительно соответствующего же а действия. Вот. Ну, в качестве, опять же, тривиального примера можно рассмотреть афинное пространство. Значит, у нас алгебра регулярных функций на афинном пространстве это просто многочлены. Ну, и тогда можно рассматривать дифференцирование дельта-ит и просто дифференцирование по какой-то координате. Вот. Мы видим, что ядро дельта-итова это многочлена, который не зависит от x-e. вот. Ну, и отсюда получается, что значит, вращение всех ядер это только константы. Вот. Ну, и, значит, Макар-Лиманов показал, что инвариант Макар-Лиманова кубик и Рассела это под алгеброй, порожденная от функции x. кубик. Спасибо. 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 Значит, ml от x. Тут x это кубик Рассела, курус Рассела. Вот. Тогда ml от x это k от x маленькой. x маленькая вот эта. Ну, это тоже совсем нетривиальный факт. Вот. Но можно достаточно легко убедиться, что Макар-Лиманова содержится в этой алгебре. Значит, можно рассмотреть такие дифференцирования. Первое, значит, дифференцирование k от x, где x это кубик Рассела. Первое на переменных будет действовать таким образом. x0 y-3t2 t в 0 z в 0 от t в минус x2 вот. И второе дифференцирование, которое напряменно действует таким образом. x0 y в 2 z z минус x2 и t в 0. Вот. В общем, можно проверить, что delta 1 и delta 2 будут определять локальные дифференцирования на x. Вот. Ну и переченье их ядер это k от x. Вот. Поэтому то, что Макарль Манова содержится в k от x относительно несложно понять. Вот. Но то, что он равен k от x это такая довольно нетривиальная теорема. Вот. И чуть позже Дерксон несколько проще. немножко изменил доказательства Макарль Манова и доказал то, что кубик Коррест-Рассела незаморфно афиному пространству, рассмотрев немного другой вариант. Вариант Дерксона. Он определяется наоборот как алгебра порожденная Почему? Ну, как бы ну, как бы она то есть она известно, что она например если мы на c работаем, то она будет дефиоморфно r6 и ну, там факториальное многобразие гладкое в общем как бы такими классическими способами не было понятно что она изморфно a3 и тут есть действие одномерного тора без неподвижных точек поэтому если бы это было все-таки изморфно a3 то тогда это был бы контрпример вот, но более того это все-таки это был такой этап доказательства то есть как бы доказательства основаны на этом результате вот значит это алгебра порожденная всеми локальными патантами дефицитерами вот и в 97-м году значит Дерксон Дерксон доказал, что вариант Дерксона опять для кубика Рассела коррес Рассела значит это алгебра порожденная x, z и t вот ну сейчас у не лежит поэтому это не все не вся алгебра многочленов на иксе вот ну а легко проверить что у а4 у а3 наоборот у а3 вариант Дерксона будет все многочлены вот и есть еще одна известная проблема которая связана с вариантами Маккарли-Манова-Дерксона значит это проблема сокращения я сначала сформулирую вообще проблема сокращения значит известно что есть два многообразия x, y такие что приседение x на a1 заморшено y на a1 вопрос следует ли отсюда что x изоморф на y вот и ответ отрицательный значит Данилевский в 89-м году привел контрпример значит это верно если размерность x, y 1 то есть если это кривые вот но уже для профилактики это неверно что он досмотрел такие многообразия x степени n y равно z квадрат минус z значит такие поверхности в а3 вот и значит он показал что значит для любых n и n fn на 1 изоморф на fm на 1 вот но при этом если мы возьмем f1 f2 то они неизоморфны вот позже было доказано что они вообще всегда неизоморфны fn неизоморфны fn вот это доказательство не использовала инвариант макар-лиманова вот но оно было довольно сложным и вскоре макар макар-лиманов передоказал его используя макар-лиманова и доказали что получилось достаточно простым значит если мы вообще рассмотрим многообразие такого вида 3 значит такие многообразие называются партия нелевского значит тогда значит в 99 году показал что значит макар-лиманова xn состоит из констант если n равно единице или степень p равна единице p это какой-то многочлен в остальных случаях это будет картинкс вот значит поэтому сейчас ну не обязательно вроде да если ну понятно что если p равна единице то изоморфно да степень p равна единице если n равно единице то вроде невязательно а можно ли отличить их при равном единице да это хороший вопрос я почему-то не подумал про это ну это такой дискуссионный вопрос ну да то это да это за что есть когда это это нет это нет я не это нет это в этом случае я не они не отличие к Если они совпадают, то это не значит, что... Пожалуйста, совсем грубо говоря, есть такие случаи, когда ингредиант Маккаро-гуману ничего не показывает, но не показывает, но не показывает, но не смогут. Да, бывает. Ну да, в общем, нетрудно провести примеры. Да, да, такое бывает. Такое бывает, да. Ну то есть как бы нельзя все многообразия отличить, только используемые варианты Маккаро-гуману. Да, значит, обобщенная проблема сокращения не верна, но до сих пор остается открытый вопрос, который сейчас называется проблемой сокращения. Значит, мы знаем, что если мы умножим многообразие х на афинную прямую, то тогда получим афинное пространство, какой-то размерности. Правда ли, что х само было афинным пространством размерности поменьше? Вот, и, значит, тут логично рассмотреть некоторые специальные локальные патентные дифференцирования. Значит, мы говорим, что какой-то элемент S из к от X слайс для локального патентного дифференцирования дельта. Значит, если дельта от S равна 1. Вот. Не все дифференцирования имеют слайс. Вот, например, там дифференцирование Y на D по DX не имеет слайса, если X это афинная плоскость. Вот. Но, значит, в этом случае, когда мы умножаем X на A1, у нас всегда есть дифференцирование со слайсом. Если мы рассмотрим какую-нибудь координату T, которая соответствует прямой A1, то у нас есть дифференцирование T по DT. Вот. И это будет дифференцирование со слайсом. Вот. Значит, в случае, когда у вас есть дифференцирование со слайсом, давайте я буду обозначать LND со звездочкой множество дифференцирований, у которых есть слайс. Локальное патентное дифференцирование. Тогда, если у вас есть дифференцирование со слайсом, то ваша алгебра регулярной функции – это кольцо многочленов над ядром этого дифференцирования. Вот. Где в качестве перемены можно взять как раз слайс. Ну, поэтому, значит, эту проблему сокращения можно перформировать так. Вот мы берем какое-то LND со слайсом, и правда ли, что его ядро – это просто кольцо многочленов от N минус 1 примерно на N. Значит, дает лежит LND со звездочкой от AN. Значит, следует ли отсюда, что гидро дельта изоморфина КАТ к СН минус 1. Проблема сокращения верна в случае, когда X имеет размерность 1 и 2. на самом деле в этих случаях вообще ядра всех локальных лепатентов дифференцирования – это будут кольца многочленов. Вот, но, значит, изначально для двойки доказали, что это было другое. Вот. Ну и можно рассмотреть соответствующий вариант. Давайте назначим M со звездочкой от X. Значит, это переченье всех ядер локальных лепатентов дифференцирований, у которых есть слайс. Ну и, соответственно, вариант Дерксона со звездочкой – это алгор, порожденная всеми локальными лепатентами дифференцированиями, всеми ядрами локальных лепатентов дифференцирований. Дельта есть слайс. Вот. И в 2017 году Гупта, Мина Гупта и Никельштадз Гупта доказали, что можно характеризовать значит, афинное пространство с помощью вот LND со слайсами. Значит, у нас размерность X в равно тройке и X факториальная тогда следующее условие эквивалентное. Значит, первое, что X – это просто афинное пространство. Второе, что ML со звездочкой от X тривиальный. и третье, что ML от X состоит только из констант, но при этом значит, есть какие-то LND со слайсами. Вот. И так же они предложили ну, точнее, что до них значит, была идея, как можно было бы опровергнуть гипотезу сокращения. Значит, вот как мы видели кубик Короса-Рассела, она так довольно трудно отличима от афинного пространства. Вот. Ну и поэтому можно спросить, может быть, мы умножим значит, возьмем кубик Короса-Рассела трехмерная трехмерная факториальная. Изоморфно ли произведение X на A1 A4, да? Вот. Если изоморфно, то это будет контрпример тогда к проблеме сокращения. Вот. С помощью Макар-Лиманова эти два многообразия не различаются. Вариант Макар-Лиманова тривиальный. Только из константа. Точнее, из константа. Нечто говоря, не знаю, посчитан ли этот вариант Терксона. Вот. Но, в общем, гупта и дозгупта предложили попробовать посчитать вариант Макар-Лиманова со звездочками у этого многообразия. Вот. Ну и, значит, первый наш результат Сергею Александровичем, что на самом деле вот этот вариант Макар-Лиманова со звездочками он не дает ничего нового. Скорее, отрицательный вариант. Отрицательный результат. Значит, если у вас есть какие-то локальные неподатные дифференцирования со слайсом, то вариант Макар-Лиманова совпадает с вариант Макар-Лиманова со звездочкой. Это для любой размерности? Да, да, это для любой размерности. Вот. Я... Да, да, тут ничего не требуется. Скажу пару слов про идею доказательства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, у нас есть группа автоматизмов X, и там есть подгруппа S-OUT от X, подгруппа, порожденная всеми же подгруппами. Вот. Ну и в ней можно рассмотреть S-OUT со звездочкой от X. Значит, это, соответственно, подгруппа, порожденная всеми же действиями, которые соответствуют локальным неподатным дифференцированием со слайсом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Статья 12-го года Ржанцев, Зайденберг, Калиман, Куценбау, Флэнер, показали, что, во-первых, орбиты от X всегда локально замкнуты, второй факт. Ну, на самом деле, он не понадобится, но просто как бы хочу его все равно упомянуть, что значит, если при этом S от X действует с открытой орбиты на X, то тогда оно действует бесконечно транзитивно на этой орбите. Если то, 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 Бесконечно транзитивно. Что значит бесконечно транзитивность? Что? Да, да. Да, размерность больше равна двойке, да? Спасибо. Да, сейчас скажу. Значит, это значит, что если вы возьмете любые два набора, значит, берем какое-то нейтральное M и берем какие-то два набора точек x1, xm из O и y1, ym из O, но при этом попарно-различное, то тогда существует такое φ из O от x. Такое, что φ от x и этого равно y. То есть транзитивность, это когда мы любую точку переводим в любую, а бесконечная транзитивность, когда мы любой конечный набор точек можем перевести в любой другой конечный набор точек из такого же количества элементов. вот, значит, и третье, значит, что существует такое открытое S-аутовариантное подможество. Омега в x. Такое, что S-аутовариантное подможество действует два транзитивно на любой орбите из этого подможества. Опять же, двумерный. Ну, в общем, так можно. Идея доказательства. В том, что мы можем рассмотреть вот это подможество из третьего конечного целяра. Значит, и тогда S-аут-орбиты и С-аутовариантное подможество. Значит, и тогда S-аут-орбиты и С-аутовариантное подможество. И S-аут-орбиты со звездочкой орбиты на этом подможестве будут совпадать. Спасибо. Спасибо. Санат орбиты и садочкой орбиты, из-за того, что омега совпадают. Ну, почему это так? Если мы возьмем какую-нибудь орбиту омега, у которой размер есть хотя бы 2, то тогда, значит, возьмем какую-нибудь точку х из этой орбиты. Вот, значит, если возьмем какую-нибудь произвольную, автоморфизм из из-за со звездочкой, значит, он переводит эту точку х в какую-то точку у. Вот, но если мы возьмем какую-нибудь другую точку z, то так как у нас группа из-за от действует два транситивные, то есть такой автоморфизм из из-за от, который оставляет неподвижно х и переводит у в z. Существует такой пси, такой, что пси от х равно х, и пси от у равно z. Ну, а тогда, если мы возьмем и сопряжем наше исходное φ вот этим автоморфизмом пси, он будет точку х переводить в z. Вот, ну и, значит, я могу точку х перевести в любую другую точку из O. Вот, и, значит, z от орбита х совпадает z со звездочкой. Орбита х, да. Вот этот элемент, он лежит тоже z со звездочкой. Потому что φ лежала z со звездочкой. Вот, но мы просто спрягли. Эта группа, она будет вариантом, относительно всех спряжений. Вот, поэтому этот элемент тоже будет z со звездочкой. Вот. Поэтому, значит, орбиты. Вот. Ну, еще есть какие-то одномерные орбиты, но там есть только два варианта, да, либо одномерная орбита для s-out от x состоит из неподвижных точек, s-out со звездочкой, либо они совпадают, да, либо они тогда обе одномерные. Вот. Но всегда можно выкинуть из этого множество омега-неподвижные точки относительно s-out со звездочкой. У нас есть какие-то LND со слайсом, поэтому типичная орбита, она, ну, хотя бы одномерная. Мы взяли, да, взяли изначально s-out со звездочкой и показали, что его можно так поменять, чтобы он x переводил не в y, а в любой z с помощью вот этих вот автоматизмов s-out. Вот. Ну, а второй результат, значит, что вот с вариантом Дерксона все-таки другая ситуация. Значит, существует такое многообразие. Такое, что, значит, его, на нем есть... Локальный неподадатный дифференцируем я со слайсом. Вот. И при этом, значит, во-первых, инварианты Макаро-Леманова, ну, как мы видим по предыдущей теории, они совпадают. Значит, они тривиальные, стоят только из константа. Второе, то, что инвариант Дерксона, он тоже тривиальный, да, то есть, наоборот, стоит из всех функций. Ну, на самом деле, это хороший вопрос, да. Тут, скорее, значит, мы использовали то, что s-out со звездочкой, действительно, на самом деле, если посмотреть это доказательство, понятно, что мы не используем то, что есть слайс, а s-out со звездочкой, это подгруппа, характерическая подгруппа, да, вариант относительно всех автомарфизмов. Вот. И, ну, то есть, мы можем ее как угодно спрягать и остаемся внутри этой подгруппы. Вот. И, в принципе, можно сформулировать аналогичную теорему, да, для вот любой такой подгруппы. Подгруппы s-out, да. Вот. Значит, существует такое многопрезия, что инварианты Макара Лиманова и Дерксена у него интересные, вот. Но при этом, значит, инвариант Дерксена со звездочкой, он какой-то другой. Вот. А ваше многообразие... Такое не очень красивое. Можно взять такую алгебру, которая содержится в кольце многочленов от трех переменных. Вот. Ну, и прожжена просто z и функциями x квадрат, x, y, y квадрат, x куб, x квадрат, y, x, y квадрат и y куб. Вот. И в качестве x можно рассмотреть спектр этого кольца. Вот. Ну, и для него, в общем, получилось проверить вот эти свойства. Это многообразие будет теорическим. Вот. Для теорических многообразий есть достаточно удобная техника, как находить локальное неподавательное дифференцирование однородное относительное действие ТОРа. Ну, это, в принципе, помогает работать с локальным неподавательным дифференцированием. Вот. Ну, вот и для него получилось... Доказать вот эти свойства. Насколько я понимаю, Сергей Александрович со своим студентом придумал более простое многообразие, да? Или... Нет? Непонятно. Более простое. В смысле, там можно кое-что убрать. Оно будет более красиво с точки зрения таких образующих, но менее красиво с точки зрения исторических многообразий. Так что, что лучше, непонятно. Ну, в общем, наверное, я бы на этом закончил. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Вы как-то упомянули, но вот вообще у него есть какие-то хорошие там геометрические свойства, там, как-то еще в терминах демодули, там? Ну, в целом, вариант Дерксона действительно, он такой, менее популярный, чем вариант Макарлеманова, отчасти потому, что на практике тяжелее найти. Потому что такая алгебра порожденная, то есть как-то попересечающая все ядра. В общем, как обычно находится вариант Макарлеманова? Вы находите какой-то набор дифференцирований, пересекаете их ядра, а потом показываете, что то, что у вас получилось в пересечении, лежит в ядре любого. Любого локального дифференцирования. Вот с инвариантом Дерксона все сложнее. Вот, то есть как бы найти алгебру порожденную всеми дифференцированиями, ну, в общем, нужно как-то думать. Да, тем не менее, свойства 2 и 3, оно сильно отличается для инварианта Макарлеманова и, соответственно, для инварианта Дерксона. Так что, казалось бы, то, что он как-то такой более чувствительный. Ну, да, 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 в этом смысле он, ну, как бы, инвариант Дерксона со зодочкой более чувствительный, да. Но тут мы тоже, опять же, не посчитали весь инвариант Дерксона, мы просто показали, что там что-то точно не решит. Там вот z точно не решит. А вот какие-то геометрические термины это можно описать? То есть вот у нас есть многообразие, и вот инвариант Дерксона, это там, значит, кольцо, значит, этих элементов, кольцо там всех ядер. А вот это кольцо, его как-то можно геометрически описать? В смысле, как? Вот инвариант Макарлеманова, как инвариант? Нет, нет, ну, да, или Макарлеманова в частности. Честно говоря, наверное, как-то, я не знаю, какой такой простой интерпретации. Нет, не у Макарлеманова, не у Дерксона, нет никакой интерпретации. Ну, нет, Макарлеманова это просто, как бы, алгебра инвариантов для группы Sout, да, то есть алгебра инвариантов для всех же подгрупп. Ну, а инвариант Дерксона, алгебра инвариантов, в смысле, алгебра прожденная все инварианты. Ну, это вот такими элементами, ну, а геометрически как-то можно описать? Ну, макарразия, ладно, рациональная функция какого макарразия это является, которая как-то связана с макарразием Х? Не понял вопроса. Привет. Ну, да, нет, к сожалению, не знаю, какой такой более наглядной интерпретации, чем вот такое определение просто. Еще вопрос, пожалуйста. Может, глупый вопрос, но вот есть теория Итаки, афинных многообразий, там расслоение Итаки, кадаэров размерность, блок кадаэров размерность. Вот эти варианты, они вписываются как-то в эту теорию или нет? Ну, я скажу честно, я так про нее знаю только по верхам, поэтому я не могу ответить на это. То есть, скажем, если кадаэров размерность положительная, там, блок кадаэров размерность, то непонятно, как они... Ну, там сейчас, там, если она положительная, то есть шея действия, да? Ну, нет, в общем, наверное, скорее не смогу что-нибудь такое сдержать. Еще вопросы? Можно, например, модифицировать эмбриант Макар-Лиманова, взять не пересечение ядер всех локальных нелепатентных дифференцирований, а, например, квадратовых. Ну, то есть, тогда это не алгебра, но как бы подпространство. Ну, нет, можно, наверное, да. То есть, как бы, на самом деле, вот действительно, как было правильно замечено, что тут не очень, ну, не важно, что это именно группа со звездочкой, да? Вот, и, как бы, если вы будете какие-то такие похожие на варианты, то, видимо, наверное, результат будет такой же, что он просто будет совпадать с Макар-Лимановым. Поэтому, ну, наверное, как-то можно, да, но как-то.